Лягушка прискакала. Артучик у нас слушает музыку. Артучик у нас фанат. Вове придется злиться со мной. Так, мама на проверку. Вкусная бомба. Что за напасть такая? Он все накормил? Да. Да? Ой, руку ударила. Сотрясение. Хотя на этом диване сильно не трясешься. Если сидеть на разных углах, то ты не почувствуешь даже трясучку. Лягушка прискакала. По имени, как ты вчера сказала, тебя зовут? Никак. По имени, никак. Вот так вот мама ее назвала, наверное. Никак. Артучик, выспался у нас. Сегодня мало поспал полтора часа всего лишь. Скажи, все пришли, шуметь начали, да. Да, и начал крутиться, малыш. Ну, что поделать, мы находимся все в одной комнате. Что тут происходит? Непонятно. Телефон падает, что-то. Как в школу сходила сегодня? Нормально. Нормально? Ну, вот Арина всегда такой ответ. Нормально. Так что, когда спрашивают, как в школе, я могу даже не отвечать. Вы знаете. Что ответ будет? Нормально. Нормально. Кусачка в домике сидит. Артучик пошел кусачки. Классно там кусачка сидит в домике, да? Артучик у нас слушает музыку на моем телефоне. Она кусачки дает телефон. Да, танцевать, да. Называется картину «Найдите кота». Артучик, отойди от кусачки, отойди. Побежал кусачка. Артучик у нас фанат клипов. Она смотрит на моем телефоне и все. Балдеет, малыш. Аринка у нас играет в Sims, да? Что ты тут опять дома строишь? Я всегда дома строю. Арина любит строить дома, в общем. А дальше у нее и игровой процесс не продолжается. И, видимо, неинтересно. Я играю, но... Играю. Но строишь постоянно дома. Тебе надо идти в архитектора там строительного. Будешь строить здание классное. Поставь вот эту коричневую. А здесь нет светлых только. Нормально, давай эту. Прикольная. Там с чем-то. Самая дорогая. Классно. Видишь, как я хорошо выбрала всю самую дорогую, крутую. Хотела сказать, что напилась кофе. Я вчера говорила, что нам привезли итальянское кофе ловаться. Ну, мы и тут брали, но разница, не знаю, во вкусах очень классная. Возможно, сорта разные или что. Но вот это мне так понравилось, кофе. Просто все. Бобе придется злиться со мной. А так я кофе не пила. Ну, не любила, в принципе. А сейчас кайфую. Очень вкусно. Так, Артурчик у нас решил искупать свои ручки в пюрешке. Да, малыш? Пюрешка надо попробовать. Вкусная. Там банана побольше замороженного. Как банановое мороженое. Артур, что ты делаешь? Бери ложку, кушай. Давай. Я бы так не делала. Я не хочу, спасибо. Кушай. Ему интересно. Давай, бери ложку и в ротик клади, или ты не голодный? Артур. Ты что, не голодный? Будешь мне кормить? Будет. О, Боже. Значит, не голодный малыш. Так, обычно он себе тогда в ротик кладет, а не кому-то еще. А нарисовать? Да, это... Я уже думала про это. Какие пальчиковые краски для такого малыша? В общем, покупать, если можно сделать пюре из разных фруктов, разного цвета, спокойно предоставить ему какое-то место, раздеть его. Хотя можно даже не раздевать. И все, пускай рисует. И кушает. И покушает, и порисует. Так? Вот так. Вот скажи, я не жадный, я делюсь. Так? Я не достаю. Я не жадный, я делюсь, скажи. Сейчас малыш поест, потом мы будем кушать. Папа там наготовил кучу всего. Кучу всего наготовил, папа. Кушай. Вот так вот скажи, я себя кормлю. Вот так. Очень вкусно. Угу. Так, там падает. Куда надо? Куда надо. Так? Приятного аппетита тебе, малыш. А ты ему интересные руки покупать, ну. Так, мама на проверку. Что готовим? Соус. Кручевого варит соус. Собственный. Но он тут это, придумывает всякие соусы свои, да? Да. Ты же, Ладно, запоминай, как делаешь, что добавляешь. А то он придумал на дня соус. Сказал, офигенно вкусный, но он не запомнил, из чего его дело, представляете. Записывай идеи на бумажке. Здесь приблизительно помню, он тоже, кстати, вкусный. Ну, записывай сразу, да и все, и буду, будешь знать. Супчик. С еще видите? С нутой. С нутом. Кстати, ну, кстати, мы будем пробовать скоро котлетки очень вкусные, и с нута, и грибов. Угу. Обязательно с вами поделимся. Это будет бомба. Бомба еще какая бомба. Это будет вкусная бомба. У нас все эти бомба. А, и Вон решил пожарить картошку, но почему-то сковородка не хочет ее жарить у нас. В общем, нам это, у нас сковородки такие, что не получается жарить, мы не понимаем, почему. Не знаю. Это сковородка с этим. С антипригарным? С антипригарным покрытием, и здесь даже это, покрытие мраморное. У нас все равно очень не такое. Оладушки, кстати, жарятся, блины всякие. Все жарится, а не картошка. Ну, а картошка у нас не жарится. Что за напасть такая? И чугунная у нас сковородка большая. Тоже не жарится картошка. Что прилипает? А оладушки, блины жарятся. Странно, конечно. Поэтому, наверное, нам не суждено есть жареную картошку нормально. Нужна классная сковородка, чтобы ничего не приедет. Как обычно, картошечка у нас запечена. Без ничего? Без ничего, только соль. В общем, у нас сейчас период картошки. Нам надоели крупы остальные, мы кушаем картошку. Нам нравится. Знаете, как проходит зима в Белоруссии? А вот так вот кушаем картошку. Проходит зима на бульбе. Ладно, пойду проверять, что там Артур натворил. Арина за ним следит, как он ест. Руки купает в пюре. Так обычно. Зато у него будет кожа на руках, нежная, шелковистая. Да, в пюрешке. В пюрешке. Ты покормил котов уже? Ну, едят. Кусачка, а ты что, поела уже? Там мало было. Масянька кушает, а Еврик где? Косочка не готова. Жули кушает, а Еврик поел уже? Да я мало положил, они уже все поедут. А, все поедут, ну ясно. Сегодня у них легкий ужин. Осталось поесть нам. Да? Что-ка? Ну, как дела? Нормально. Ты наелась? Он все накормил? Да? Меня кормил. Делится? Как-то ты неровно сидишь. Да, я тебя посажу ровнее. Давай. О, почти съели. Арина, наверное, это ты съела, да? Нет, он меня кормил. Ну, что ты улыбаешься? А, все, она поела тут, подъела. Сейчас не наестся, придется опять делать, да? Нет, он меня кормил. Да, хорошо. Как он не жадный у тебя брать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова